Привет! А у нас партия на Часком, и мы играем с Владиславом Ковалёвым, гроссмейстером из Беларуси. Скорее всего, это будет Строиндийка, мы уже играли с ним её. И сыграем вариант с H3, который я частенько использую. Конь H6, скорее всего, дальше последует C5, или же E5, где-то даже может быть E5. Ну, допустим, D5, чтобы обезвредить слона G7, он больше не стрелял по диагонали. Конь идёт на F4. Хочется уйти в 3-0 в этой позиции. Давайте так и поступим. Ну, у чёрных стандартный план в Строиндийке это F5. Которому белый иногда препятствует, а иногда и нет. Ну, B4. Правда, конь Е4 есть какой-то ход, нет? Не сыграл так Владислав. Слон D3. А5. А3 Е не успеваю. Б5 приходится играть. Скорее всего, конь обратно залезет на C5. И надо признать, что моя позиция начинает потихоньку ухудшаться. 2-0. А по времени тоже отстаём. В срочном порядке нужно что-то придумывать. Слон C2. Не хочу бить коня на C5, потому что тогда конь F4 укрепится на этой позиции. И нам будет тяжело согнать его. И также слон чернопольный, я думаю, нам ещё пригодится. Отведу коня на G1, чтобы была возможность сыграть G3, а также перевести его на Е2, например. С дальнейшим F4, если, конечно, позволит соперник. Пока что я этого сделать не могу, так как трещит диагональ и просто отстанусь без кучи материалов. Сейчас это сделать невозможно. G3 также ход бесполезен, потому что я не могу взять коня, будет ЕF. Смысл этого хода теряется. Соперник хочет H4 сыграть. Что я могу тут сделать? Например, попробовать G3 на H4 G4. То есть таким образом попытаться укрепиться, встать потом конем на Е2 и просто держать позицию, потому что на большее тут рассчитывать трудно. Эта позиция стабильно хуже у белых. Напутал я где-то в дебюте. Скорее всего, допустил ход А5, на что был вынужден сыграть B5. И чёрные мои поля серьёзно ослабли. Так, G5. Появляется поле F5, но фигуру туда перевести проблематично. Ну что ж, попробуем всё-таки перевести коня через C3 на Е3 и на F5. Если соперник наш даст мне эту возможность, то может появиться какая-то игра. Скорее всего, будет конь Е2 сейчас. Конь H3. Ничего себе. Так, мы вынуждены бить. И потом, да, где-то ладей F3, слон G4, наверное, пойдёт атака. Сторона серьёзная. Ферзь F3. Король H2. Слон G4. Ферзь Е3. Ага, не успеваю тоже. Потому что гибнет мой конь на Е2. Стоящий. Забрал сюда с идеей конь G1, например. Тут будет ферзь G3, наверное, ход. Король H1. Безнадёжная позиция. Тут скрывать нечего. И только чудо может нас спасти, как говорится. С такими тремя пешками будет крайне тяжело справиться. Поставить короля на G2, конь F3. Скорее всего, не успею. Сразу F3 ход последует. Сыграть Е5 где-то. Будет ход слон Е5. Пожертвовать коня. Останусь просто без кучи пешек. Попробовать залезть на Е6. Может быть, там что-то получится. Хотя, наверное, уже вряд ли. То есть два слона тут решают исход этой партии. Слон Е2. Защищаюсь на последнем издыхании. Не знаю, что тут вообще можно придумать. Наверное, нечего. Хотя конь C7 и B6 какая-то идея появляется. Не знаю. Призрачная, конечно, но шансик. Пошел вперед. Может, как-то и тюдно и удастся спастись. Появился какой-то лучик надежды. B7. Конь А6 готовлю. Так, так, так. Забрал. Ферзь. Так, а я уже с лишней фигурой, между прочим. Забрал сюда. Конь B7. А здесь мы еще поборемся. И не за ничью, а за победу поборемся. Конь D6. Лишняя пешка уже у нас. Да, тяжело все равно выиграть. Соперник на победу играет, я не помню, или что это такое. А4. Хочу королем укрепиться. Так он не дает. Сюда пошел. Сюда и конь F6 готовлю. Так, ну ничья обеспечена, похоже. Включи ход D7. А больше ничьи я тут извлечь не смогу. Ничья. Да, стоял полностью безнадежно. Но чудеса случаются. Главное верить. Главное верить.